Какое имущество делится при разводе, а какое нет? Советы семейного юриста. Имущество, которое куплено в период брака, после развода по законам, можно разделить между бывшими супругами пополам. Это знают все. Но почему-то часто всплывает история про то, что мужу или жене чего-то не досталось. Или досталось, но не то, что хотелось бы. В чем тут особенность? И все ли имущество подлежит разделу? Всем привет! Меня зовут Струкова Ольга. Я юрист компании Дело Время, управляющий партнер компании. Сегодня подробно поговорим о том, какое имущество супругов подлежит разделу, а какое нет. Если вам интересно, больше знаете о семейном праве, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк. Ну а мы начинаем. Итак, начнем с имущества, которое супруги могут поделить поровну. Разделу подлежит все имущество, нажитое супругами в период брака. Недвижимость, автомобили, техника, украшения, деньги, как наличные, так и размещенные на счетах. Другими словами, все то, что приобреталось в период брака, по общему правилу, делится ровно пополам. Даже имущество и средства компании подлежат разделу. К примеру, Ольга и Сережа поженились еще студентами. В браке они купили квартиру, машину, дачу. При разводе они поделили все поровну, как и положено. Но так бывает не всегда. Поделитесь, пожалуйста, в комментариях, есть ли у вас сложности при разделе имущества. А мы ответим на каждый из них. Также не забудьте, пожалуйста, поставить лайк. Так мы поймем, что семейное право вам интересно. И мы будем радовать вас новыми роликами. А какое имущество не подлежит разделу? Начнем с того, что не будет делиться то имущество, которое принадлежало каждому из супругов до заключения брака. К примеру, Марина имела свой автомобиль еще до того, как вышла замуж за Иван. Этот автомобиль будет являться ее личным имуществом. И при разделе имущества супругов Иван на такое имущество претендовать не сможет. Ну, в этой ситуации все логично и понятно. Ну, а что же будет с имуществом, которое в период брака досталось одному из супругов, например, в наследство? Такое имущество также не будет подлежать разделу, так как это личное имущество наследника. Аналогичная ситуация и с другим имуществом, которое один из супругов получил по безвозмездной сделке. Если Ивану выделили квартиру от администрации, он ее приватизировал на себя. При разделе имущества суд однозначно признает эту квартиру личной собственностью Ивана. Также не будет делиться то имущество, которое один из супругов получил в дар, даже если подарок был получен во время брака. Так бабушка Юрия подарила квартиру в период его брака с Мариной. Оформили подарок юридически грамотно. Итак, и квартира после раздела имущества останется у Юрия. Какое еще имущество не делится при разводе супругов? Все личные вещи супругов, то есть вещи индивидуального пользуют. Это одежда, обувь, средства личной гигиены, косметические средства. И другое, хоть и приобретенное в период брака за счет общих средств супругов, будет признано собственностью того супруга, которым им пользовался. Но здесь исключением являются драгоценности и другие предметы роскоши. Предметом роскоши считаются потребительские товары с высокой стоимостью. Например, это объекты искусства, антиквариат, ретро-авто, драгоценные камни, элитные вина и т.д. Не подлежит разделу исключительное право на результат интеллектуальной деятельности, созданной одним из супругов. Например, Ирина имеет авторские права на книгу или песни, соответственно, право принадлежит Ирине как автору такого результата интеллектуальной деятельности. Не поделится имущество еще и в следующей ситуации. Если брачным договором предусмотрено, что квартира будет принадлежать супруге, тогда супруг на нее претендовать не сможет. Конечно, на практике мы сталкиваемся с разными ситуациями. Бывает такое, что неделимое имущество при наличии оснований может стать дели. Так как во всех этих правилах есть исключения. Возьмем тот же брачный договор. Бывают ситуации, когда он не спасет имущество от раздела. Так, к примеру, предприниматель Игорь во время брака купил 4 квартиры. Жена была в декрете и воспитывала детей. В брачном договоре предусмотрено, что квартиры принадлежат Игорю. При разводе выяснилось, что у жилой собственности ничего нет. Абсолютно. Суд обязал Игоря поделиться имуществом. Дело в том, что такой несправедливый брачный договор нами был оспорен. И такие ситуации бывают. А еще был такой случай, когда во время брака на одного из супругов был выделен администрации земельный участок. Оформлен он уже был в собственность после расторжения брака на этого супруга, который умолчал об этом участке. Далее в судебном процессе мы запросили документы из администрации, документы основания. И согласно ним было установлено, что земельный участок выделялся супругу и его членам семьи по социальной программе. Это означало, что супруга имела право на свою долю в казалось бы изначально на непринадлежащий ей земельный участок. Поэтому, прежде чем обращаться в суд с исковым взаимлением о разделе совместно нажитого имущества, рекомендую обращаться к опытным юристам в данной области права за консультацией. Если вы нуждаетесь в нашей юридической помощи по разводу, либо разделу имущества, или вы хотите, чтобы процесс прошел гладко, максимально успешно для вас, то записывайтесь к нам на консультацию. Мы поможем быстро, а главное правильно пройти все этапы развода. Ссылка для записи в описании к этому видео или в комментариях. А на сегодня это все. За пользу ставим лайк. Так мы поймем, что эта тема была для вас интересна и, в принципе, тема семейного права, и мы будем выпускать новые ролики. Ну, а мы скоро с вами увидимся в следующем видео. Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok